Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и да, действительно в прямом смысле на канале ВотГСН. Сегодня я хочу поделиться своим мнением по поводу монетизации. Я запускаю отдельный раздел на своем канале, не буду создавать отдельный канал. Раздел будет посвящен тому, на какие грабли я наступал, когда начинал YouTube канал свой развивать. И в принципе поделюсь своим субъективным мнением по поводу правд, неправд, которые бытуют в YouTube. По поводу самого же YouTube, как им пользоваться и так далее. Ребятушки, мы сегодня поговорим с вами о монетизации. Безусловно, в любом случае, какой бы проект вы себе не открывали, вы его открываете в преобладающем, скорее всего, большинстве. Ради того, чтобы это было источником какого-то дополнительного заработка в вашей жизни. Давайте сразу переходим в творческую студию, а там уже дальше будем обсуждать. Так вот, ребят, вопрос монетизации, наверное, самый острый вопрос, потому что, как правило, все проекты, они коммерческие. Так или иначе, люди хотят зарабатывать дополнительные деньги. И плюс к тому, в моем, допустим, случае, тогда, когда мой канал посвящен игре конкретной, то в моем случае монетизация это дополнительный, дополнительный кислород, который позволяет вам, в принципе, развивать канал. Повязано очень просто. Получая монетизацию, вы вкладываете деньги в полном объеме, либо частично, это уже от вас зависит, в то, чтобы, допустим, там, не знаю, в самой игре вложить реальные деньги для того, чтобы получить что-то, то, что вы будете обозревать. Без этого, ребят, никак. Если вы будете обозревать исключительно то, что вы можете получить бесплатно, то смотреть вас, скорее всего, не будут. Отдаляемся от вопроса темы моего канала, переходим к вопросу монетизации. Ребят, я зарабатываю до хрена, реально до хрена. Я зарабатываю по 500 долларов в месяц, просто ничего не делая. Вот прям совсем ничего не делая. Деньги капают сами собой. Вот такую вот чушь вы можете услышать реально вот на всякого рода каналах, которые рассказывают, что в YouTube заработок капает сам собой. Нифига, ребят, сам собой он не капает. Потеть надо очень сильно. И смотрите, у меня с момента включения монетизации по моему каналу прошло уже полгода. И, ребят, за эти полгода я до сих пор не смог добраться до суммы, до суммы, ребят, в 100 долларов. Сейчас давайте по порядку. Что такое монетизация? Монетизация это оплата вам за то, что вы размещаете ролики на YouTube. И, соответственно, YouTube вам за это платит деньги. То есть за видеоролики рекламы, которые размещаются на ваших видеороликах поверх, вы получаете какую-то компенсацию в виде денюжки. И все говорят по поводу того, что они получают за 1000 просмотров 5 долларов. Кто-то говорит 1,5 доллара. Кто-то говорит более честные цифры. Давайте будем говорить так. Что получаю я? Давайте возьмем видео одно из последних, которое набрало 1500 просмотров. 1500 просмотров, ребят. Но, если быть точным, то 1521 просмотров. Вы видите цифру, которую мне начислили расчетного дохода по монетизации? 0,08 доллара. Это, ребят, то, что я получу за вот эту вот 1000 просмотров. Если вы думаете, что конкретно по данному видео была какая-то плохая реклама или еще что-то типа того, давайте посмотрим на другой пример. 1416. 15 центов. Да? То есть разговор идет к тому, что, ребят, не верьте в те цифры, в которых вам говорят про 1,5, 2, 3, 5 долларов за 1000 просмотров. И вы прям вообще ничего для этого не делаете. Свой YouTube канал это реально время, которое вы забираете со своей реальной жизни и посвящаете своей виртуальной жизни на YouTube для того, чтобы развивать свое начинание. Так вот, ребят, по поводу монетизации я говорю вам сразу. Вы не будете получать баслословные доходы. У меня сейчас 5471 подписчик. Я получил первую тысячу своих подписчиков за один месяц. Я очень сильно долго раздумывал над тем, как стартовать. И только когда полностью проработал свой план по старту, я начал записывать видео и открыл канал. То есть не сначала открываем канал, а сначала думаем, что мы будем показывать, в каких объемах и так далее. К этим всем вопросам будем возвращаться в последующих видео. Поэтому подписывайтесь на канал, если хотите знать дальнейшие все вопросы в разборе, скажем так. Что касается монетизации по деньгам. Для того, чтобы начать получать, ребят, монетизацию, вы должны получить свою первую тысячу подписчиков и 4000 часов просмотров. Как только вы добьетесь тысячи просмотров, ребят, простите, тысячи подписчиков и 4000 часов просмотров, вам будет разрешено показывать YouTube на ваших видео свои рекламные ролики. Когда вы начнете показывать эти, когда у вас на ваших роликах начнется реклама, когда по этой рекламе начнут заходить деньги, вот тогда только вы начнете собирать свои первые 100 долларов. Что такое первые 100 долларов? Дело в том, что в Аценсе, в котором вы будете, скорее всего, оформлять себе систему выплаты, а Аценс напрямую повязан с YouTube, это все система Google, соответственно, ребят, там будут свои правила. И правила Аценса говорят о следующем, что вы, ребят, не получите ни копеечки до тех пор, пока не соберете 100 долларов. Так вот, ребят, допустим, у меня сейчас 96 долларов 20 центов, это за полгода того, что у меня выходили видео, ребят, на которых было реально очень-очень много просмотров. Вот сейчас на одном из видео покажу вам 41 тысяча просмотров, 41 тысяча. Посмотрим, что по монетизации. 4 доллара 54 цента за 41 тысячу. Возьмите калькулятор, посчитайте сами, я думаю, вы поймете, к чему я клоню. Возвращаясь к теме Аценса, Аценс выплачивает вам деньги только в том случае, если на определенную дату, а это с 22 по 26 число в моем случае, календарного месяца, на Аценсе будет накоплено 100 долларов. Для понимания, я сейчас на Аценс переходить не буду, просто для понимания вашего. У меня сейчас в YouTube на канале 96.20, а в Аценсе у меня 40 с копейками долларов, потому что та сумма, которая накапливается за месяц, она добавляется в Аценс тоже с опозданием. То есть, учитывайте, что с момента получения права на монетизацию своих видео, а это именно право, вы можете от него и отказаться, если вы альтруист, то, соответственно, получив право на монетизацию, не значит, что вы будете получать каждый месяц с ваших видео сразу деньги. Вы сначала должны накопить на Аценсе более 100 долларов. Когда вы накопите на Аценсе более 100 долларов, вам надо будет еще месяц ждать получения вами по почте специального кода, который необходимо будет в Аценсе ввести при регистрации системы выплаты вам. И только после того, как вы это сделаете, уже в следующем месяце вы сможете вывести часть своих денег, либо полную сумму. И в дальнейшем вы будете делать это постоянно. То есть, ну, безусловно, не постоянно, каждый месяц вы будете получать письмо подтверждения с кодом. Но, ребят, вы будете получать каждый месяц деньги только в определенный период, а не в любой момент. И, соответственно, ребят, вы будете вынуждены дожидаться того момента, пока не наберете опять 100 долларов, чтобы как минимальную сумму вывести. Плюс к тому, ребят, не забывайте о налогах. Налоги тоже будут у вас сниматься. И я этого момента жду прям, ну, не знаю, с каким-то определенным страхом. Потому что на Аценсе необходимо заполнить форму, в которой разобраться, честно говоря, не так уж и просто по налогообложению в Соединенных Штатах. И есть вариант того, что вам установят 30% налогообложения. Поверьте, эта сумма тоже довольно-таки немаленькая и будет бить вам довольно существенно как по карману, так и по нервной системе. Потому что посвятив огромное количество времени и сил своему каналу, потом на выхлопе ничего не заработать, это действительно очень неприятно и очень больно. Возвращаясь к самому первому видео, которое я выставил на своем канале. 13 231 просмотр за все время того, как видео лежит на канале. И я за него, ребят, получил 0.74, даже не 1 доллар. Вот такая вот беда получается с выплатами. И если вы думаете, что ютюберы, которые создали свои каналы, они сразу на рекламе, ну прям послословные суммы получают. Нет, ребят, вы очень сильно ошибаетесь. На ваше счастье будет, если вы среди своих зрителей найдете хотя бы кого-то, кто готов периодически сбрасывать вам донаты просто через систему донат. В каждом моем видео, допустим, есть ссылка на донат мультивалютный. Либо на донат в пределах вашей страны делайте ссылки. Ну и, соответственно, тогда вы сможете получать какие-то дополнительные средства для того, чтобы развивать свой канал. Без этого, ребят, вашему каналу просто не существовать. Если вы смотрите какое-нибудь видео, в котором вам рассказывают по поводу того, что, ну прям выложив 2 видоса, вы сразу соберете огромное количество публики и миллионы просмотров, ну не знаю, если вы выложите, не знаю, какой-нибудь там порно-ролик с президентом какой-то страны, да, окей, вопросов нет, там смотреть будут. Но если вы выкладываете видео, я бы сказал, обычное для ютюба, да, а игровой контент это обычное видео для ютюба, юмористический контент и так далее, это все обычное видео. Так вот, если вы выкладываете обычное видео, ребят, не рассчитывайте на то, что все ваши видео сразу будут заходить. У меня до сих пор на канале есть такие видео, на которые я возлагал, ну просто огромные, огромные надежды, но при этом все, мои видео собирали буквально там по 200-300 просмотров, хотя я рассчитывал получить хотя бы несколько тысяч просмотров. Поэтому, ребятки, по поводу монетизации, не верьте никому, что на 2000, 3000, 5000 подписчиков вы реально сможете много зарабатывать. На данный момент, ребят, у меня все, пусть с вашим ютюб каналом вам везет гораздо больше, чем везет на данный момент мне, пусть он развивается гораздо быстрее, гораздо лучше и приносит вам прибыль, которой вы будете грамотно распоряжаться. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok